Здравствуйте! В эфире новости спорта в студии Саргалана Захарова. Якутские лыжники в лидерах Кубка России. Сегодня в Архангельской области стартовал финал Кубка России по лыжным гонкам. Их еще называют альтернативными играми для тех, кто не поехал на Олимпиаду. В числе финалистов есть и наши спортсмены, сообщает Спорт Якутии. Михаил Соснин, Александр Клугин, Никита Крюков. В первой гонке на индивидуальном старте на 15 км свободным стилем Михаил Соснин занял 9 место из 70 спортсменов. Алтанский лыжник оставил позади Александра Легкова, Александра Бессмертных, Сергея Устюгова и других титулованных коллег. Михаил Соснин и Александр Клугин уже совсем скоро примут старт в командном спринте свободным стилем. В программе соревнований также забег на 30-километров скиатлоний, 50-километров в марафон классическим стилем. Напомню, что перед Олимпиадой премьер-министр страны Дмитрий Медведев распорядился о проведении Кубка страны по таким видам, как биатлон, лыжные гонки, коньки и бобслей. Денежные вознаграждения призерам тоже будут 4 миллиона рублей за победу, 2,5 миллиона за второе место и 1,7 миллиона за третье. Тренеры медалистов тоже получат вознаграждение. Размер еще не определен. В Якутии установили новый рекорд по прыжкам через нарты. 610 нарт перепрыгнул Ян Маисов на соревнованиях по северному многоборью, которые прошли в Илюйском районе. Таким образом, он стал самым молодым рекордсменом. Он выступал в категории 12-13 лет. Всего состязания проходили в четырех возрастных группах, начиная с 12 до 17 и старше лет, передает спорт Якутии. Также в турнире приняли участие 7 мастеров спорта Якутии и 2 мастера спорта России. Абсолютный чемпион России Алексей Сазонов, абсолютный чемпион 20-х Игорь Мончары, среди юношей Павел Егоров и рекордсмен Игорь Мончары по прыжкам через нарты Петр Охлопков. Экспедиция на автомобилях от Уфы до Чукотки прибыла в Якутск. Она стартовала еще 12 февраля этого года. В планах экспедиции прохождение зимней дороги Арктика, выхода к Северному Ледовитому океану и посещение мыса Шмидта. С путешественниками встретился и наш корреспондент. Сейчас, секунду. С эту страну уху замерзла. А когда стоишь на одном месте, оно начинает мерзать. Как отмечают организаторы, в истории путешествия это всего четвертая экспедиция на автомобиле вглубь Чукотки. А вот на отечественных УАЗ-патриотах и вовсе первая. Все самое интересное начнется за Колымской трассой, за Уснерой, когда мы выйдем на зимник Арктика. Это вот очень уникальная трасса. На федеральном уровне содержится зимник, по которому раз в год осуществляется зимний завоз на Чукотку. Соответственно, все жители Чукотки ждут его. Он сейчас почти доделывается. Говорят, что осталось буквально несколько сотен километров. Ну и мы, собственно говоря, ждем, когда он откроется. Пока доедем, наверное, должен появиться. В успехе уверены. За спиной 25 экспедиций за 15 лет и 400 тысяч километров. Общая протяженность, чтобы доехать до мыса Шмидта, 29 тысяч километров. Это туда и обратно. А в общем, сколько времени займет? Два с половиной месяца. Значит, у нас автомобили оборудованы под Арктику. То есть они проклеены, в них тепло, установлены автономные отопители. У нас есть оборудование, которое люди не применяют в обычной жизни. У нас есть спутниковая тарелка на крыше. То есть у нас есть идея интернет. У нас есть специальный прицеп, который мы тащим топливо. У него есть лыжи. То есть когда мы выходим в тундру, мы ставим прицеп на лыжи и тащим его за собой. У нас сейчас там лежат колеса большого размера, но потом поедет топливо. В команде четыре человека. Два пилота, два штурмана. Есть свой план следования. Полный бак топлива, продукты и теплая одежда. Тушенка, гречка, рис. То, что не портится. Да. То, что у вас ничего не портится. Большой холодильник. Морозильник. Да. Странствовать по миру на авто – это не просто путешествие в новые места. Ребята обстоятельно изучают страну, в которую едут. И даже ведут видеоблоги. Вот у нас есть мощный технический блог на Драйв-2. Вот где мы пишем про подготовку машины и все такое. Ну и какие-то наши отчеты можно почитать. Лучше, конечно, проще всего нас найти через Фейсбук. Две недели пути пройдены без каких-либо проблем. Теперь главная цель – доехать до конечной точки. Это мыс Шмидта, который находится в Чукотке. Петр Говоров, Григорий Охлопков, Якутск. Со 2 по 4 марта в Центре спортивной подготовки «Триумф» в шестой раз пройдет международный турнир по вольной борьбе среди юниоров в памяти первого олимпийского чемпиона из Якутиан Романа Дмитриева. На ковер выйдут борцы из 13 стран. На сегодня прибыли команды из Казахстана, Греции, Бурятии и Монголии. Среди участников есть и чемпионы, и призеры первенства мира и Европы. Республику представит 51 борец. Также ожидаем приезд олимпийского чемпиона Давида Мусульбеса, заслуженного тренера Магомеда Гусейнова, главного тренера юношеской сборной России Анзора Тимботова. В Якутии хорошие традиции борцовские, поэтому мы сюда приезжаем, тоже опыты набираемся, готовимся тоже к своему чемпионату Казахстана и дальше у нас чемпионат Азии. Здесь получаем хороший опыт, хорошие пацаны в тактическом, техническом плане здесь хорошо набирают, потому что якутская борьба, якутская борьба, как она, тоже считается одним из сильнейших мерей. Готов к труду и обороне. Сегодня в столице республики юные спортсмены сдают нормативы ГТО. Только в первой половине дня участников зарегистрировано более 200 человек. По регламенту они должны пройти испытания в нескольких дисциплинах. За выполнение нормативов будут выданы сертификаты и специальные значки. Стоит отметить, полученные значки дают шанс на дополнительные баллы при поступлении в некоторые вузы. Комплекс готов к труду и обороне реализуется уже четвертый год. Изначально нормативы принимались в тестовом режиме. Начиная с 2016 года комплекс стали сдавать школьники. Через год к ним присоединилось и взрослое население. Организаторы уверяют, в этом году количество обладателей знаков отличия возрастет. Судейский состав у нас сформирован из учителей физической культуры школ города Якутска. Среди них учителя с высшей квалификационной категорией и 7 обладателей золотых знаков отличия ГТО. Этот состав работает уже с позапрошлого года. Первые ласточки, скажем так, по внедрению, опробированию, сейчас и реализации вот этого норматива ГТО. Уже завтра в Якутске стартует чемпионат Якутии по баскетболу. На них продолжат отбирать участников седьмых спортивных игр народов Якутии. Соревнования продлятся до 4 марта в залах Дю США номер один и Дю США номер шесть спорткомплекса «Стерг». Предварительно участие в турнире примут 13 мужских и 10 женских команд из 12 районов и городских округов республики. Путевки на финал получат только шесть сильнейших команд. Именно еще шести станут известны после второго отборочного этапа, который пройдет также в столице в конце марта. Это были новости спорта. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok